Книга Иова, глава тридцать первая Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Ни для нечестивого ли гибель, и ни для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих, и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, и если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиною, и я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелит на другого, и пусть другие издеваются над ней, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду, это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все доброе мое. Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал, и когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня во чреве, создал и Его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства Он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей Я руководил вдову. Если я видел, кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя, ибо страшно для меня наказание от Бога, пред величием Его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу ты, надежда моя? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, подлежащее суду. Потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я, погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его? Не говорили ли люди шатра моего, о, если бы мы от мяс его не насытились? Странник не ночевал на улице, двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня, вот мое желание, чтобы Вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись, я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее, как венец. Объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним, как с князем. Если бы опияла на меня земля моя, и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее бесплаты и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчиц и вместо ячменя куколь. Слова Иова кончились. Слова Иова кончились.